Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. На днях делегация Красноярского края побывала с официальным визитом в Брюсселе и передала руководству ФИСУ заявочное досье. Сегодня у нас в гостях заместитель губернатора Красноярского края Екатерина Пешкова. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Начнем с вопроса, который я не могу не задать. Швейцарцы, наши соперники к Антону Вале, отказались от продолжения борьбы. То есть мы сейчас единственные претенденты на зимнюю универсиаду 2019 года. Во-первых, как восприняли вы это известие, потому что это стало известно только в Брюсселе? С одной стороны, восприняли мы это известие с радостью, потому что всегда конкуренция, она с одной стороны создает дополнительные стимулы, а с другой стороны, это формирует всегда, ну может быть, некие опасения в том, а удастся ли победить. Но теперь, как мне кажется, у нас еще более сложная задача, потому что теперь к нам будет приковано еще большее внимание, необходимо будет доказать, что Красноярск лучший кандидат на право проведения универсиады, но в то же время нам это не гарантирует и победы. Объясню почему, потому что все думают, что если мы остались одним кандидатом, то, соответственно, у нас уже есть право безоговорочной победы. Это совершенно не так, и нам необходимо набрать 50% голосов. Только после этого, после официальной процедуры голосования, мы можем точно сказать, что город Красноярск – это город, в котором будут проводиться всемирные студенческие игры. До этого момента говорить об этом нельзя, ну и, наверное, поспешно. И хотелось бы здесь еще отметить тот факт, что в случае, если город Красноярск не набирает 50% голосов, то это означает, что процесс заявочной кампании возобновляется, возобновляется, но уже с новыми кандидатами, ну и с нами, возможно, но он будет начинаться совершенно с самого-самого начала. То есть нам снова придется бороться за универсиаду, да? А что, может произойти так, что нас не примут? То есть какие условия могут быть, что мы можем не пройти дальше? Вы имеете в виду девятого наиболее? Да, если мы единственный претендент. Во-первых, сейчас, как вы знаете, мы передали досье, нашу заявочную книгу, как она по-другому еще называется. Эта книга состоит из двух разделов. Первый раздел – это описательная часть. Вторая часть, она содержит ответы на те обязательные вопросы, которые необходимо было нам сформировать, ответы на которые нам необходимо было сформировать на основании минимальных требований ФИСУ. Это вопросы, которые касаются и нашей спортивной инфраструктуры, вопросы, связанные с тем, насколько развита у нас гостиничная сеть. Это и вопросы, которые касались того, а как у нас будут размещаться атлеты в случае проведения Всемирной зимней универсиады. Очень-очень много аспектов. То есть это не просто сувенир, который мы там повезли, да? Нет, конечно. Это содержательный документ. Это документ, который мы менять уже теперь не можем. После того, как мы его передали, вы видели, что он был опечатан. Да. И теперь уже с ним пристально знакомятся все голосующие члены ФИСУ, соответствующие департаменты, технический департамент, который сформирует список вопросов, на которые нам необходимо будет ответить в ходе оценочного визита в ФИСУ, который состоится с 3 по 6 октября. Я так понимаю, что эти вопросы еще неизвестны, станут известны только уже во время визита. То есть нам придется выдержать, как на экзамене, да? То есть вытянуть билет и отвечать, да? Частично какие-то вопросы, они, возможно, нам пришлют заранее, но большая их часть, естественно, будет сформулирована, когда они приедут уже сюда. То есть даже малейший провал, малейшее несоответствие может привести к тому, что Красноярск не наберет определенное количество голосов и даже не попадет в голосование? Я думаю, что здесь мы, естественно, даже об этом не думаем. Мы уверены в том, что Красноярск справится с поставленной задачей. Мне кажется, что та поддержка жителей города, которая у нас есть, и мы им благодарны за то, что они действительно хотят что-то созидать, что у них есть действительно очень позитивное мышление о том, как должен развиваться город. Поэтому при поддержке жителей, которая в том числе будет оцениваться в ходе оценочного визита, я уверена, что у нас все получится. Швейцарцы, насколько я знаю, они не отказались от проведения универсиада. Они просто перенесли свою кандидатуру на 2021 год. Насколько я слышал, что они это сделали по одной простой причине, что Красноярск оказался более сильным конкурентом, чем они ожидали. Они уже выдвигались на универсиаду. Это будет уже их пятое выдвижение в 2021 году. Вы справедливо заметили, что Швейцария, она не отказалась от идеи проведения универсиады. Они просто включились в заявочный процесс несколько позже, чем мы. Если мы подали наше письмо о намерениях принять у себя универсиаду, Российский спортивный студенческий союз отправил его 1 сентября, в день открытия заявочной кампании, то они это сделали практически в самый последний день, 31 марта. Очень долго они принимали решение. Это было связано и с тем, что они наверняка взвешивали какие-то для себя аспекты проведения универсиады. В том числе это было связано с тем, что они выставили именно кантон Вали, потому что они очень долго думали, какой из кантонов будет представлять Швейцарию в борьбе на право проведения универсиады. Сейчас, конечно, безусловно, они уже поняли, когда и в Казани посмотрели на то, как мы подготовились, что, наверное, будет проще, если они все-таки переместятся на 2021 год, потому что там, может быть, активность, и тот сибирский напор, с которым мы начали бороться за универсиаду, мне кажется, что где-то, может быть, их и поднапугал, и где-то они были удивлены, но в основном, конечно, они говорили о том, что действительно для нас сейчас универсиада – это, может быть, такой, я в хорошем смысле хочу сказать, идея, которая объединила жителей нашего города, жителей нашего края, и действительно она объединяет и жителей всего Сибирского федерального округа, и это приятно. Поэтому на данном этапе они, конечно, не отказались от проведения универсиады, они претендуют на 2021 год, но, как вы слышали, скорее всего, это уже будет другой кантон, это, может быть, уже не будет кантон-вале. Вот, ну а сейчас, конечно, хотелось бы сказать, что универсиада – это и прежде всего для нас шанс получить дополнительный импульс к развитию, что город получит совершенно новый облик. Вот я как раз хотел спросить, потому что я почему акцентирую на это внимание, потому что швейцарцы – это люди очень прагматичные, практически недавно это страна банков, то есть они не будут вкладывать деньги в то, что не приносит какого-то конечного результата. И не всегда этот конечный результат – это просто какой-то фейерверк, да, они стремятся к чему-то конкретному. Вот поэтому я задаю вопрос, а что конкретно? Давайте мы поговорим о нашей меркантильной стороне. Мы-то с меркантильной точки зрения что получим? Во-первых, нужно сразу сказать о том, что если мы рассматриваем Швейцарию, то для них, в частности для кантона-вале, они этого не скрывали, это была все-таки концепция, связанная с развитием туристического кластера. Если мы говорим о Красноярске, то для нас мы все-таки придерживаемся больше социальной концепции проведения универсиады и, конечно, Красноярск больше соответствует духу ФИСу, духу проведения всемирных студенческих игр. Потому что Красноярск – город студентов, в Красноярске сосредоточено огромное количество высших учебных заведений, и именно поэтому для нас было важно соблюсти эту концепцию. Поэтому для нас важно и развитие студенческого спорта, и развитие спорта, и развитие образовательной составляющей, и социальной составляющей, ну и, конечно, то, что для Красноярска это уникальная возможность получить совершенно новое дыхание, свежее дыхание, когда Красноярск может измениться. В данном случае сейчас пока мы можем говорить о тех изменениях, которые произойдут в сфере спортивной, потому что по ним мы понимаем, какие есть минимальные требования ФИСУ, без чего мы не можем обойтись. Есть обязательные виды спорта, есть опционные виды спорта, но мы должны понимать, без чего город не сможет сейчас обойтись в случае проведения универсиады в Красноярске. Поэтому мы понимаем, что это есть объекты спортивной инфраструктуры, есть объекты социальной инфраструктуры. На данный момент из объектов спортивной инфраструктуры Красноярску необходимо две ледовые арены на 3,5 тысячи человек и необходимо полностью завершить строительство Академии зимних видов спорта. Также нами будет проведена реконструкция Дворца спорта имени Ивана Ерыгина и Центрального стадиона. Что касается деревни Атлетической, она будет располагаться в кампусе СФУ. Я иногда слышу, что говорят, что необходимо будет построить деревню для размещения атлетов. Очевидно, что деревня уже в Красноярске есть. Это кампус СФУ. Он полностью, его на данный момент вместимость соответствует тому, сколько необходимо нам разместить атлетов. По минимальным требованиям ФИСУ нам разместить в деревне атлетов нужно 3 тысячи спортсменов. 3 тысячи. Поэтому цифры, когда берутся от куда-то 10 тысяч спортсменов, эта цифра, наверное, взята из летней универсиады. В зимней универсиаде... А в зимней универсиаде она все-таки отличается от летней карты? Естественно, в зимней универсиаде отличается и по количеству видов спорта, и по количеству стран, которые принимают в ней участие. То есть Казанская универсиада – это не показатель в плане того, сколько приедет человека, сколько... Казанская универсиада вообще ее называют лучшей универсиадой за все времена проведения универсиад вообще в мире. Поэтому, конечно, для нас мы понимаем, что это 3-3,5 тысячи спортсменов. И это 8 видов спорта, 55 дисциплин, 2 опционных вида спорта. В зимней универсиаде принимают, ну, в общем, скажем, около 55 стран. В летней универсиаде – 120. Поэтому очевидно, что разница просто колоссальная. Поэтому еще раз хотелось бы сакцентировать на этом внимание и сказать о том, что то количество спортсменов, которое приедет, и то количество зрителей, начинает говорить о том, что 100 тысяч болельщиков приедет. Мы будем рады, если к нам приедет такое количество болельщиков с удовольствием. Но в целом мы должны понимать, что для размещения атлетов той вместимости, которая есть на данный момент у кампуса СФУ, у общежития СФУ, она нам достаточно. Но, с другой стороны, я так понимаю, что мы же с вами говорим сейчас, в 2013 году, а мы претендуем на 2019 год. У нас еще 6 лет есть для того, чтобы, если чего-то будет не хватать, это построить. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Но я еще раз говорю о том, что мы сейчас должны оценить, что у нас есть. И самое главное, мы должны задуматься о том, как мы будем использовать то, что мы построим. Ведь мы, очевидно, должны понимать, что все, что будет построено, потом необходимо будет содержать. Именно поэтому сейчас мы изучаем опыт проведения и универсиад, и олимпиад, для того, чтобы понять, какие из объектов можно построить на постоянной основе, которые в дальнейшем будут использоваться для проведения спортивных мероприятий, для того, чтобы там базировались наши клубы, для развития спорта высших достижений. Или просто для того, чтобы жители нашего города могли приходить туда и заниматься спортом. Это первый аспект. Второй аспект, безусловно, это то, что будет построено на временной основе исключительно для проведения универсиады. Ну, например, в деревне универсиады нам необходимо там единовременно накормить 700 человек. Это будет построена каркасно-тентовая конструкция, она будет, естественно, теплая, в которой и будет размещаться пункт питания, назовем его так. Необходимо нам на 500 человек пресс-центр. Пресс-центр мы уже, по нашим предварительным оценкам, он будет размещаться в Спортоксе, недалеко от главного места проведения церемонии открытия и закрытия, это центральный стадион. Поэтому очевидно, что всю существующую ныне инфраструктуру мы попытаемся задействовать по максимуму и сосредоточиться прежде всего не только на строительстве спортивной инфраструктуры, но и на строительстве социальной инфраструктуры. Именно поэтому я могу сказать, что когда с одной стороны говорят о том, что не нужна универсиада, нужно что-то другое и потратить этот бюджет универсиада на что-то другое, но ведь очевидно, что у нас не стоит на чаше весов бюджет универсиада, который можно потратить либо на универсиаду, либо на что-то другое. То есть у нас получается так, что мы тратим либо на универсиаду, либо мы вообще этих денег не получаем. Потому что для нас универсиада это возможность привлечь инвестиции в край, в том числе и федеральные. Но у нас же есть еще гарантийное письмо правительства, которое мы передавали ФИСУ. Конечно. У нас есть письмо правительства, оно называется правительственная декларация, подписанная на премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, в которой сказано, что Российская Федерация окажет необходимую финансовую поддержку городу Красноярску в случае проведения универсиады. То есть это, как кажется, есть отдельная строка? В случае проведения универсиады, да, совершенно верно. Отдельной строкой. То есть, если мы выигрываем проведение универсиады, мы можем рассчитывать на финансовую поддержку со стороны Федерации. Безусловно. Во всех наших начинаниях, во всех проектах и в спортивной структуре, и в социальной. И в социальной, да. Конечно. Именно поэтому мы понимаем, что универсиада это один из проектов по социально-экономическому развитию региона и Красноярска в частности. Но мы должны понимать, что универсиада это не панацея. Она не решит всех проблем города Красноярска. Но какие-то нас может ищут. Безусловно. И, может быть, сделать будущее Красноярска другим. И решить, и показать, и, может быть, оценить те ожидания, и, наконец-то, сделать их, реализовать, воплотить в жизнь, которые есть у жителей нашего города. Мы слышим эти ожидания. Мы видим их. Мы сами живем в этом городе. Безусловно, мы хотим, чтобы он был лучше. Чтобы жители нашего города гордились своим городом, там, где они живут. И для нас это приоритетная задача. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Сегодня у нас в гостях была заместитель губернатора Красноярского края Екатерина Пешкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Екатерина Пешкова.